Чего бы посмотреть? Чего бы посмотреть? Ну что же посмотреть? Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть?». В нашем подкасте по-прежнему нет критиков, но гости этого сезона все равно много знают о сериалах и кино, потому что так или иначе они их делают. Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор «Медузы». Привет, а меня зовут Миша Фомкин. Наташа, как редактор, будет смотреть на сериалы с какой-то профессиональной точки зрения, а я буду оценивать их как обычный зритель. До прихода в подкаст я считал, что смотреть сериалы стыдновато, но теперь делают со спокойной душой и чувством долга к своей новой профессии. Молодец, Миша. Спасибо. Правильно посчитал. Напоминаю вам, что вы можете писать нам письма, присылайте свои вопросы и предложения на подкаст с собаками дуза.айо. В нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных спойлеров мы постараемся избежать. Сегодня у нас в гостях художник по костюмам, историк костюмов кино Анна Баштовая. Аня, привет. Привет. Очень рада быть с вами. Очень спасибо, что позвали. Аня, мы обычно спрашиваем у гостей, смотрят ли они вообще сериалы и насколько сильно они их любят, но, кажется, к тебе такого вопроса быть не должно. Судя по твоему телеграм-каналу «Кинокостюм для чайников», ты смотришь очень много сериалов. Правда ли это? Это правда. И, к счастью, к сожалению, надо мной мои друзья все смеются, что у меня такая работа смотреть сериалы. А они даже завидуют. Я говорю, ну что вы завидуете? Мне вот надо было сериал «Корона» посмотреть за два дня. Десять серий по часу, чтобы сдать для Esquire статью. 15-го числа вышел сериал, а 18-го я должна была сдать статью. То есть посмотреть, проанализировать и написать. И это, с одной стороны, кайф, но иногда это вот такое мучение. Ты не хочешь, а смотришь сериалы. Сразу возник вопрос, используешь ли ты прием увеличения скорости проигрывания? Нет, я такой страшный киноман, что когда вижу такие вещи, я вообще содрогаюсь. И когда вижу, как смотрят сериал на маленьком экране смартфона, у меня муж любит. Он смотрел финальные серии «Игры престолов» на телефоне, и я была в ужасе просто. Ну, в общем, прежде чем мы перейдем к основному предмету нашего разговора, сегодня мы будем обсуждать костюмы в кино и в сериалах, как вы уже поняли, дорогие слушатели. Мы проведем нашу стандартную рубрику, которая есть у нас в каждом выпуске. Называется она «Сериальный блиц». Аня, мы будем задавать тебе короткие вопросы о сериалах. Постарайся, пожалуйста, отвечать на них коротко, но если не получится коротко, ничего страшного. Хорошо, готово. Любимый сериал? Миссис Файзел. Вау. Любимый сериальный персонаж, кроме миссис Мейзел? Все персонажи Твин Пикса. Принято. А самый любимый? Нет, не принято. Пусть будет тогда агент Купер. Теперь принято. Твой сериальный «Гилти Плэжер»? То, что ты очень любишь смотреть, но если тебя спросят об этом, то тебе будет немножко стеснительно в этом признаться. Друзья, но не стеснительно. Но стеснительно в том плане, что я их смотрела раз 30 полностью. И они просто у меня идут по телевизору фоном. По кругу. Неужели обязательно это смотреть, когда мы едим? Нет, 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 нет. Мы не знаем, как это потом включить. Кто-то из друзей в таком случае. Моника все-таки. Еее, я нашла Монику. Все говорят, что он не Рейчел. Я нашла Монику, ура. Я люблю мыть посуду. У меня прям пунктик на уборку. И в этом плане я Моника. Абсолютно. Любимый художник по костюмам. Сэнди Пауэлл. Это британский дизайнер. 15 номинаций на Оскар. Среди них 4 или 5 побед. Из последних номинаций фаворитка. Костюмы для всех-всех фильмов Скорсезе. Она постоянно художница по костюмам Скорсезе. Рокстар. Художница по костюмам рокстар такая. Если бы ты могла выбрать какой-то один костюм из всех-всех-всех сериалов, как свой любимый, какой бы это был костюм? Вот потом, когда я буду пытаться уснуть и прокручивать этот вопрос, ко мне придет ответ. Я думаю, что все-таки это будет, убивая Еву, вот то самое розовое платье. Какой это был дизайнер? Молли Гадар ее зовут. И это платье, насколько я знаю, было мгновенно раскуплено, и больше его не было в продаже. Его сейчас ищут просто... Пожарные ищут милиции по стокам, перекупщики. Вот. То, что самое удивительное, Фиби Оллор Бридж, которая создательница сериала, в общем-то, она была против этого платья. И художница по костюмам настояла. И вот сейчас у нас, наверное, появилось новое знаковое платье в кино. То есть не только пышная юбка Кэрри, но вот новое что-то. Джимми Чу или Лубутен? Джимми Чу. Дьявол носит Прада или Эмили в Париже? Такой странный у нас вопрос возник. Дьявол носит Прада. На самом деле, одна и та же художница по костюмам, поэтому тут eye against eye, скажем так. Прежде чем мы перейдём к обсуждению конкретных сериалов, мне кажется, будет правильно как-то определиться с терминами и чуть сильнее вовлечь наших слушателей в тему вообще костюмов в кино и в тему костюмов в сериалах. Аня, вот расскажи, пожалуйста, художник по костюмам в кино кто это? Где начинается как бы его зона ответственности? И как вообще можно оценить его работу? Художник по костюмам – это большой профессионал и большая такая часть съёмочного процесса. Если мы возьмём «Игру престолов», я сегодня упоминала и уже мельком. Если вы посмотрите на АМДБ, перечисление количества людей, которые входят в костюмерный цех, их около сотни. То есть это люди, которые одни отвечают за меха, другие отвечают за фактуренье, третьи отвечают только за массовку, четвёртые за головные уборы. Это огромный цех. Вот во главе этого цеха стоит художник по костюмам. Это если мы берём большие проекты. Всегда есть костюмер. Моя большая боль, потому что часто художников по костюмам называют костюмерами, что в корне неверно. И костюмер не получает, конечно, «Оскар» никакой, получает художник по костюмам. Костюмер – это важная профессия, это человек, который смотрит за костюмом на площадке, чтобы он был в порядке, чтобы он был чистый или, наоборот, грязный, если это нужно. Он помнит, кого во что надо одеть. Но сам художник по костюмам, он скорее творит. То есть он как режиссёр, но он режиссирует через костюмы. То есть он придумывает то, как будут выглядеть персонажи. Да, и его работа начинается с читки сценария и с нащупывания того, вообще какая-то стилистика, какая-то цветовая гамма. Если мы, например, будем говорить о Вэсе Андерсоне и Миллени Кананера, которая с ним работает, я думаю, что в первую очередь они вообще обсуждают, какой цветовой гамме они будут творить, потому что Вэс Андерсон – это про колористику очень часто. То есть вот каких-то абсолютно базовых вещей, а дальше уже потихоньку-потихоньку выстраиваются персонажи. Насколько художник по костюмам свободен вообще в своей деятельности? Потому что мы чуть-чуть говорили про это в прошлый раз, когда обсуждали сценарий в прошлом выпуске с Леной Ивановной. И она говорила, что в сценарии прописываются в том числе и все визуальные какие-то вещи, в том числе костюмы. Но я так понимаю, что это не всегда так. Но художник по костюмам, как и вся команда, мы работаем на замыслы режиссёра. То есть я – глаза, руки режиссёра. И через меня он воплощает свои какие-то идеи. Просто потому, что он не может сам это сделать по каким-либо причинам. Ну и не должен, в общем, особенно он костюмами заниматься. Поэтому большинство хороших художников по костюмам, они такие многостаночненькие и работают в абсолютно разных стилистиках. И они делают то, что нужно режиссёру. Но если художник… У меня так бывает. Я прихожу, говорю, у вас здесь прописана норковая шапка, но она не вписывается в общую стилистику. Давайте попробуем что-то изменить. Просто я вам предложу вариант, и мы посмотрим. И, конечно, у художника весь голос, естественно. То есть это всё-таки соавторство. В большинстве случаев. Если мы не говорим про Тарковского, фон Триера, которые такие карабасы-барабасы, и, в принципе, у них вся их команда, они просто механически выполняют то, что им нужно. Если у меня у себя на канале как раз цитировала Тарковского, он художник составил такие задачи. «Ну, сделай так, чтобы мне понравилось». И художница говорила, «Андрей, а какое платье? Ну, вот колористика, фактура?» Он ей говорил, «Ну, сделай так, чтобы мне понравилось». Конец. Для меня это, конечно, боль. Но таких режиссёров, слава богу, мало. Ты рассказывала в одном из своих интервью случаи, значит, из фильма «Родня», когда художник по костюмам этого фильма подкладывала Юрию Богатырёву, его герою, в костюм, какие-то, значит, вещи, чтобы он чувствовал себя комфортнее. Вот мне интересно, насколько... Вообще про этот случай чуть-чуть поинтереснее, зачем это, как часто это происходит, и вообще, насколько художник может вот так творить в процессе? Или всё-таки они как-то ограничены чаще? Для этого мы и нужны, потому что, опять же, режиссёр не думает обо всём. Случаи — это был Адабашьян, кто подкладывал, Адабашьян — это в первую очередь художник-постановщик, но очень часто художники-постановщики, художники по костюмам работают в связке. В общем-то, раньше это даже был единый цех, потом они разделились, но очень часто на проектах художник-постановщик, художник по костюмам одно и то же лицо бывает. Адабашьян, вы его прекрасно помните, он много снимался у Михалкова на вторых ролях, и он, например, в советском «Шерлоке» играет Берримора, который говорит «Овсянка, сэр». И он же играет в родне официанта вместе с Михалковым, у него такая комедийная роль. И вот он, художник-постановщик, был на родне, и он придумал подкладывать. И, насколько я помню, там были веточки, потому что по сценарию Богатырёв он из дерева, из веток делал какие-то странные, совсем безумные скульптуры. И вот эти вот какие-то веточки ему положили в карман, чтобы он мог в процессе сцены их щупать, перебирать. И они наталкивали его на характерную, на его. То есть, фактически, художник по костюмам, художник-постановщик помог актёру сыграть. Ну, то есть, создать образ максимально. Это одна из задач. Это не уникальный случай, это повсеместный случай. Реже бывает, когда художник не помогает. То есть, художник должен помогать. Я знаю, что Жанна Белконян, художница по костюму «Москва слезам не верит», например, она на одной из картин поменяла актрисе левую и правую туфельки, чтобы у актрисы появилась вот эта вот такая деревенская походка. Не могли никак грацию сломать, природную, а нужна была такая немножко деревенщина. Поменяли туфельки местами. Актрисы стали странно ходить. Получили то, что нужно. То же самое, кстати, ровно проделывал Суше, когда он играл Пуаро в британском сериале. Дэвид Суше. По-моему, другого размера туфли он носил специально, чтобы вот как-то походка появилась у него такая странная, семенящая. Я знаю из последних, что Рене Зельвегер, вот сейчас она играла крупную роль, она получила за неё Оскар в Джуди Гарленд, и Джуди Гарленд сутулилась. И Рене Зельвегер никак не получалось помнить об этом постоянно, сутулиться. И художница по костюмам шила ей таким образом платье, что в них невозможно было не сутулиться. То есть они были уже в плечах, чем нужно, и Зельвегер всё время сутулилась в этих платьях. А как в России сейчас с художниками по костюму? А сейчас, к счастью, они знают всё больше и больше. То есть, допустим, о Надежде Васильевой во многом, конечно, благодаря тому, что она была женой Балабанова, но помимо этого они много говорят как о художнице, и с ней дело интервью дуть, после чего о ней стали ещё больше говорить, и сейчас наделают костюмы вместе с Гошей Рубчинским для Литвиновой, для «Северного ветра», для спектакля, для экранизации. А Васильевой говорят, и это приятно. Есть прекрасная Таня Долматовская, которая когда-то работала с Аленой Долецкой в Воге, а потом поняла, что ей не нравится заниматься фэшном, а нравится быть в кино. И она постоянно художник Серебренникова сейчас, она делала много проектов для Германики, она для Бондарчука делала последние два или три проекта. Тоже довольно-таки именитая художница, я с ней делала интервью два раза. Вот, о ней тоже говорят. Но это какие-то вот единицы, которые прорываются за счет своей, наверное, красоты и публичности, и того, что они умеют и любят говорить на камеру. И есть огромное количество бойцов невидимого фронта, которым это не присуще, и с ними нет, к сожалению, никаких интервью, фэшн-съемок. Нужно сказать, что пока мы готовились к записи этого подкаста, произошло довольно много важных вещей. Во-первых, мы успели досмотреть сериал «Эмили» в Париже, успели взбеситься от него, выдохнуть, успокоиться, и теперь со спокойным сердцем, со спокойной душой мы сможем его сейчас обсуждать, наконец-таки. Во-вторых, вышел четвертый сезон сериала «Корона», и еще мы посмотрели несколько других шоу, которые называла Аня, когда мы с ней договаривались о записи подкаста. В общем, сегодня у нас по плану обсудить очень много, на самом деле, для сериалов. Да, обсудить у нас есть много чего, но я предлагаю начать с Эмили. Чуть-чуть расскажу о том, что происходит в этом сериале. Это история девушки, которая переезжает из Чикаго в Париж, устраивается на работу в модное агентство, которое работает с элитарными брендами европейскими, и с брендами, в том числе, одеждой, и за 10 серий по примерно 30 минут успевает вырасти из такой, значит, простушки чикагской девчонки в настоящую парижскую леди, которая поломала все устроя, значит, этого элитарного агентства, влюбила в себя всех вокруг и заставила себя уважать. Я не очень понимал, чего ждать перед тем, как смотреть этот сериал, но я посмотрел его за вечер. И периодически я сидел на кухне, смотрел, периодически курил, и не могу не сказать, что я кричал пару раз в голос. Я не понимал, что происходит. Я, 32-летний, значит, мужчина, сижу на кухне, смотрю и сопереживаю этой девушке во всех ее, значит, проблемах, проблемах личной жизни, проблемах на работе, и кричу от этого. Вот так прошел мой вечер. Ань, ну, расскажите тоже немного. Как впечатление, во-первых. Как впечатление, ну, а потом мы дозададим вопросы. Я, значит, отношусь к той категории, которую тоже, я за вечер его посмотрела, тоже на кухне, кстати, поэтому смеюсь тут, сижу, похихикиваю. И я примкнула к той армии, которая говорит, нам в 2020-м очень нужна была эта жвачка, спасибо. Вот я из этой категории. Я не воспринимаю его серьезно, абсолютно. Было пару шуток, над которыми я смеялась просто в голос. То есть, если королевский гамбит или там ход королевы, да, по-разному перевели, я смотрела и думала, что это великий сериал, и нам 2020-й год подарил очень сложный, прекрасный сериал, и мы тут все вернулись к шахматам, то вот на фоне важных сериалов, корона, сейчас тоже будем Даней говорить, новый сезон очень сложный, сложный эмоционально, люди там пишут, что они плачут, смотрят его. Вот на фоне этого всего Эмили нам была нужна, мне конкретно была нужна, потому что секс в большем городе по кругу пересматривать просто больше уже бесконечно нельзя, и вот что-то вот такое было нужно. Понятно, что там нет никакой логики, и он абсолютно сказочный, просто сериал для 10-летних детей, но вот очень хотелось поймать это состояние 10-летнего ребенка. Я тоже за вечер посмотрела, правда, мы потом со всеми моими подружками обсудили, они все тоже посмотрели за вечер, и все говорили, ну нет, ну такого не бывает, какой плохой сериал, но на самом деле с серьезным лицом возмущаться по поводу этого сериала, мне кажется, не стоит, потому что, по-моему, он действительно, Аня правильно говорит, он сделан для расслабления, для развлечения, и важно сказать, что он от создателей секса в большом городе, и поэтому эти параллели постоянно проскальзывают, в общем, хорошо, что он есть. Он расслабил меня максимально вечером, но потом в следующий день сложно было расслабиться, потому что я заснул в 3, значит, ночи. Ну вот так. У меня такой вопрос, вот образ Эмили, она в каждой серии очень заметно одевается. Она круто одевается или нет? Нет. Поехали дальше. Ура! Вот лично меня что в ней поразило, что на неё надели каблуки. Я уже давно-давно не видела, ну когда героиню, главную, центральную, серьёзно, она идёт по брусчатке на каких-то 15-сантиметровых шпильках на новую работу. И вот это меня просто вынесло в какую-то другую эпоху, вот это первое, на что я обратила внимание в плане стиля. Я очень рекомендую всем нашим слушателям загуглить сейчас Патрицию Филд, это, собственно, стилист секса в большом городе, дьявол носит Прадо, и Эмили в Париже, и посмотреть, как она выглядит. И вы всё поймёте. У вас не будет вопросов, почему Кэрри когда-то выглядела так, почему Эмили выглядит так. Просто посмотрите на Патрицию Филд. Мы смотрим на него. Мы смотрим прямо сейчас. И, кажется, начинаем понимать. Это ярко-рыжая армянка, открытая лесбиянка, которая застала студию 54, которая придумала леггинсы, это её изобретение, леггинсы когда-то, которая застала 80-е во всей своей красе, и она сама выглядит так, как она потом стала делать Кэрри и, в общем-то, Эмили. Её стилистика – это многослойность и сочетание совершенно несочетаемых вещей. И, в общем-то, от Патриции Филд ожидать чего-то вдруг нового было бы странно. Её вот за этим и позвали, за её конкретным стилем. Хорошо, это мы поняли. Но в сериале образ Эмили преподносится так в самом начале, как будто бы она одевается очень по-американски, и этот образ как бы противостоит образу всех француженок, которые вдруг её начинают окружать в Париже. Они все ходят в чёрном, в каких-то элегантных широких штанах, с какими-то украшениями крупными, интересными, дизайнерскими. А она в каких-то чудовищных зелёных пальто, розовые сумочки, чехол для телефона в форме фотоаппарата. Мне показалось, что вот её образ как бы подчёркивает американскость, Эмили. Я права или нет? В этом дело. Её образ символизирует американку в Париже. То есть она собрала все шаблоны, всё, что она думает о парижанках. Берет, Эфелева башенка, вокруг которой выстраивается сюжетная линия. Мы уже проговорили, да, фразу, что нельзя серьёзно воспринимать этот сериал, и этот стиль тоже нельзя воспринимать серьёзно. Это представление шаблонной американки о шаблонных французах. То есть Эмили не стала в конце той самой элегантной француженкой? Я думаю, что она не станет, скорее всего, элегантной француженкой, что её так и будет противопоставлять элегантным французам, но французы же тоже обиделись. Да, я читал, что они обиделись там вообще на всё практически. Да, да, что мы так не ходим. Но я, конечно, смеялась, потому что обычно русские обижены, и опять же, вокруг Гамбита сейчас все говорят, ну как так, нам опять не так показали Россию, и, в общем, русские всегда на любое проявление России обижаются. И тут подключились к нам французы, ещё теперь новая обиженная нация. Вот как бы ни показали, всё не так. При том, что сама Эмили, она же тоже шаблонная для американцев. Американцы же тоже так не ходят, как она ходит в Америке. Ну, потому что такой формат нам показывают сказку, и в том числе за счёт костюма говорят, это всё несерьёзно, ребят, мы вам не рассказываем социальную драму сейчас. Мы же понимаем, что в жизни это всё по-другому было бы совершенно. Особенно мне нравится, как она страдает, когда она вдруг оказывается в Париже одна. Когда её бросает парень, о боже, что же мне делать, я одна в Париже. Работаю на прекрасной работе, что же мне делать, какая я несчастная. Она довольно быстро начинает страдать, потом из других хожу. Пойду, съем круассан. Интересно, что у нас же Кэрри тоже страдала, если вы помните, она также страдала, что она одна во Франции. Это был последний как раз сезон, и на этом закончился секс в большом городе. И я думаю, что создатели и просто решили довернуть эту историю. И если Кэрри страдает, и в итоге её спасает, её мистер Биг, и она возвращается в любимый Нью-Йорк, то здесь развивается ситуация по-другому. Она очень быстро перестаёт страдать, обзаводится друзьями французскими. И ещё я хотела сказать важную вещь, что к нам возвращаются нулевые, как бы мы этого не хотели. И на самом деле Патриция Филд нулевые и создавала. И она абсолютно сейчас на пульсе времени. Вот мы смотрим на это, говорим, просто кошмарные костюмы. Но я вас уверяю, что мы через три года пересмотрим этот сериал, скажем, а, ну да, в общем-то, мы так сейчас одеваемся, да, всё это вернулось. То есть мы будем ходить, как я буду ходить, как я пошла за беретом, ребята. Мне кажется, что Кэрри, конечно, на долгое время стала такой ролевой моделью для многих девушек. Мне правда, сейчас кажется, что она очень стильная, когда смотришь, как она идёт в каком-то микро-серебряном платье и при этом в огромной шубе. Это китч, но это выглядит круто. А Эмили, как будто бы для меня лично не может стать ролевой моделью, как будто бы всё-таки что-то с ней другое. Она не Кэрри. А это зависит от типажности актрисы. Вот такой простой ответ. Сара Джессика Паркер умеет подавать одежду. На неё можно надеть картофельный мешок, мне кажется, до сих пор. И она сможет его хорошо подать. У актрисы, к сожалению, забыла, как зовут, нет такого умения. Её зовут Лили Коллинз. Да, Лили Коллинз. Ну и у неё ещё сама же Патриция Филд говорит, что у неё типаж Одри Хёборн, и она пытается совместить Кэрри и Одри Хёборн в этом стиле Эмили в Париже. И это довольно-таки странное сочетание. Но она всё равно ужасно милая, несмотря на то, что она выглядит чудовищно. Да, чудовищно выглядит, и почему-то все обращают внимание ещё на этот чехол. Я слышал, что многие говорят, что он хороший. Он какой-то, значит, олдскульный чехол из Японии. И нужно было какой-то чехол, вот какой-то. Ну вот, нашли такое решение. Про product placement тоже хотелось отдельно поговорить. Слышал от одной своей подруги о том, что после этого сериала какие-то невероятные показатели по продажам Panama Kangol или Kangol, не знаю, как точно правильно произносится, что, значит, после некоторых костюмов Эмили, Шанель, хотя, ну, не знаю, наверное, у Шанель вряд ли всё было плохо, но вот тоже какая-то волна успеха их накрыла. Есть ли тут какой-то product placement вообще? Или это всё было на уровне выбора художницы по костюмам? Я уверена, что есть, потому что Патриция Филд всегда product placement. В Эмили в Париже она одевала только Эмили. Всех французов одевала французская художница по костюмам. То есть Патриция Филд это стилист, который работает с модными домами. И, например, что касается секса в большем городе, в первый сезон она обивала пороги модных домов и говорила, ребят, дайте, пожалуйста, вашу одежду. Ей все говорили, кто ты такая, мы вас не звали, да? И она как-то там одевала из своих закромов, потому что у неё есть свой магазинчик винтажный. Актрис в первом сезоне секса в большем городе. А во втором сезоне к ней модные да я стояли в очередь и говорили, пожалуйста, возьмите нашу одежду. Мы даже ещё на подиуме её не показали. Можно Кэрри её оденет? Пожалуйста, пожалуйста. И считается, что секс в большем городе очень сильно повысил лояльность простого среднего класса к высоким брендам, потому что нам наглядно показывают, что можно пойти на распродажу, купить Джимми Чу, можно сэкономить, пойти купить Дольче и Габана. И 100% Патриция Филт работает с фэшн-брендами просто как амбассадор. Она с ними договаривается и приводит их в кино. Аня, мы видим прямо сейчас в твоём телеграм-канале, что ты, кажется, в восторге от нового сезона Корон, и давай перейдём к ней. Напомним, что наконец-то в четвёртой части этого эпохального шоу Netflix появляется принцесса Диана, и поэтому там очень много красивых женских нарядов. А ещё там появляется Маргарет Тэтчер, и это тоже очень интересная фигура именно с точки зрения одежды, как мне кажется. Аня, скажи, вот четвёртый сезон это триумф художников по костюмам. Как ты вообще оцениваешь? Да, каждый сезон триумф художников по костюмам в этом сериале, потому что перед ними стоит очень сложная задача, мне кажется, самая сложная из всех создаваемых ныне сериалов в полных метрах, в коротких метрах, чего угодно, потому что они воссоздают персонажей, которые максимально задокументированы везде. У нас есть фото, видео, что угодно. При этом их смотрит Королевская семья. То есть я каждый раз смотрю на это и думаю, вот снимали бы сейчас про Путина, прошу прощения, и про всю семью, что бы вообще творилось вокруг этого. При том, что там же довольно-таки откровенно рассказывается за кулисами и семейной жизни, и измены, и какие-то неприглядные вещи. И семья смотрит Королевская, и все предыдущие сезоны они молчали, не делали никаких заявлений, они просто говорили, что да, мы смотрим. В этот раз все ждали, что они сделали заявление, они начали делать заявление потихонечку, что всё было не так, и всё неправда. Но я думаю, что создатели к этому готовы. И художники по костюмам, весь этот цех прекрасно костюмерный, они, конечно, гигантскую работу проделывают, но они говорят, мы делаем 50 на 50, то есть мы 50% воссоздаём, там, где невозможно не воссоздать. Свадебные платья, они должны быть, конечно, под копирку. А там, где можно не воссоздавать, где просто какие-то беседы дома за чашечкой кофе королевской семьи, мы там, в общем, просто придумываем какие-то наряды. Просто почему я так выделила именно четвёртый сезон, мне показалось, что он какой-то более интересный вот именно с точки зрения моды, что ли. Может быть, потому что там действие разворачивается уже в конце 80-х, и это как бы ближе к нам, потому что, когда ты смотришь первый сезон Короны, и там совсем молодая королева, тебе кажется, что это ретро совсем, ну, то есть, что это совсем что-то историческая реконструкция. И ты, возможно, не так сильно обращаешь внимание на какие-то детали, а вот здесь ещё Диана такой выпуклый персонаж, её хочется рассматривать, хочется сравнивать её сериальный образ с реальными фотографиями, и поэтому мне показалось, что вот именно в этом сезоне работу художников по костюмам будут рассматривать особенно тщательно, особенно внимательно. Ну, это на самом деле очень интересный для меня взгляд зрителя, который просто смотрит сериал и не смотрит сериал, как я смотрю, потому что, конечно, у меня профдеформация. И для меня первые сезоны как раз интереснее, потому что я безумно люблю сороковые и пятьдесятые, и мне просто интереснее рассматривать, как они воссоздали этот период, сложный довольно-таки. Более того, первые сезоны делала Мишель Клэптон, это художница по костюмам «Игры престолов». И на тот момент снимался шестой сезон «Игры престолов», её оттуда дёрнули. Весь шестой сезон снимала не она, потому что нужен был кто-то, кто досконально воссоздаст вот эти вот сложные вещи, платье для коронации, свадебное платье Елизаветы в сороковые, пятидесятые, потому что это сложное время. И вот она сделала два сезона самых сложных и опять вернулась на «Игры престолов» и пришла художница, которая работает с более современными формами, потому что, честно скажу, восьмидесятые делать проще, чем в пятидесятые. Ну, потому что там как минимум меньше источников, меньше, чем сравнительные. Да, конечно, да. Диана, да, очень выпуклый персонаж, и здесь, опять же, воссоздавали пятьдесят на пятьдесят. И художница, она говорит, что они очень переживали, что она, конечно, ночами не спала, понимала, что будет эта волна фанатов Дианы, просто журналистов, которые начнут сейчас копать, сравнивать. Ну, мне кажется, у них всё получилось. Я слышала разные вещи. Да? А за что критикуют? Вот мы тут так хвалим, а вот за что критикуют? Я слышала формулировку, что костюмы получились не как у Дианы Спенсера, а как будто это Маркен Спенсер, такую шутку. О-о-о! О-о-о! Вот это просто раунд, хочется сказать. Раунд, да. Вот. Ну что, ткани не такие крутые, что слишком дёшево. Но мне, как художнице по костюмам самой, которая понимает, какая работа за этим стоит, и, например, свадебное платье, которое мы видим в мельком во второй или третьей серии, буквально там последнюю минуту мы видим это свадебное платье, его шили несколько месяцев, и там сложнейшая, в общем-то, конструкция. Я понимаю, какая гигантская работа за этим стоит, я не могу критиковать их, конечно. Я не смотрел последний сезон «Корона» ещё, но я слышал, что это один из самых дорогих сериалов вообще в истории. И я так понимаю, что воссоздание этих костюмов тоже немаловажная часть сметы. И такой вопрос технический. Это всё отшивалось заново, или это Маркс и Спенсер, или какие-то другие модные дома? Ну, то есть, как это вообще делается, и очевидно, что у них так хорошо получилось, потому что у них было много денег, или нет? Да, «Корона», по-моему, самый дорогой сериал в истории кинематографа, в общем, телевизионных шоу. Они отшивают, конечно, всё с нуля, это стоит колоссальных денег. Я думаю, что треть бюджета «Короны» просто уходит на костюмы, потому что они важны. И отшиваются костюмы даже для массовки. Но я думаю, что где идёт речь о 80-х, вот сейчас, можно пойти в костюмерный цех и что-то набрать. Но когда речь идёт о 40-х, 50-х, как минимум, форма точно отшивалась. Я не думаю, что форма сохранилась, которую можно использовать. И они могут себе это позволить. Там колоссальные деньги. Более того, отшивалось полностью платье для коронации, по-моему. Нет, свадебное платье Елизаветы отшивалось для первого сезона, а платье для коронации взяли на себя Сваровский бренд и сказали, ладно, мы сами его сделаем. Это будет как промо нашего модного дома, нашего бренда. Потому что там какие-то миллионы-миллионы выходили фунтов. А ведь еще есть корона сама по себе. Да, конечно. Там есть диадемы, там есть короны, ювелирные изделия тоже знаковые. И я думаю, что мы с вами немножко по-другому смотрим, чем смотрят британцы, потому что для них это их история, они лучше знают. Там же каждая диадема несёт свою значимость какую-то, передаётся по наследству. И это там ещё диадема королевы Виктории, которая потом надела кто-то там из семьи. И они всё это знают. У меня бытовой вопрос возник. Костюмы отшиваются в единичном экземпляре или в нескольких? В основном единичном. К вопросу о том, как вы создавали атмосферу в первых сезонах, больше всего меня поразил момент. Там есть линия принцессы Маргарет, у которой начинается роман с фотографом. И в какой-то момент этот мужчина делает её портрет. Ванной. Да, на ней, по-моему, есть только драгоценности, там, да, какие-то висят на шее и прическа, а плечи голые. И я, когда смотрела эту сцену, думала, ну вот придумают же ведь. А потом взяла и нагуглила ровно такую же фотографию с настоящей принцессой Маргарет, которая выглядит точь-в-точь. И меня вот этот момент, правда, поразил. Если вы любите вот такие вот пасхалки из реальности, посмотрите корону, правда. Там можно сравнивать, кажется, каждую фотографию, которую делают в сериале, она обязательно найдётся. Я, знаете, я видела мем про то, что сидит котик и нажимает на паузу. И подпись, что это я смотрю сериал «Корона». Потому что действительно, мне кажется, я каждые 2-3 минуты просто останавливаю и лезу в Википедию что-то проверять, искать фотографии, что-то сравнивать. И это ведь даже сериал не про королевскую семью. То есть я узнала много каких-то фактов, которые имеют отношение вообще к мировой истории. Про Первую мировую, Про Вторую мировую, Про взаимосвязь с нацистской Германией, Про отношения с Россией и так далее, и так далее. То есть там очень много, помимо, в общем-то, королевской семьи важных вещей. Тэтчер невероятный в этом сезоне. А Джиллен Андерсон? Джиллен Андерсон, да. То есть я понимала, что хорошая актриса, но я не ожидала, что она переиграет. По мне, она переиграла Мэрил Стрип в «Железная леди», за которой, по-моему, Мэрил Стрип Оскар, если я не ошибаюсь. Ладно, давайте переходить к следующему сериалу обязательно, который нужно обсудить. «Убивая Еву». Я посмотрела этот сериал специально для этого выпуска. До этого мне доходили до него руки. И вот мне кажется, это тот случай, когда костюмы — это очень важная часть. Вот прямо очень, потому что в какой-то момент мне начало казаться, что детективный сюжет проседает. Но я продолжала смотреть, потому что мне было интересно, во что же нарядят в следующей серии главную злодейку по имени Виланель. Про этот сериал многие говорят, что там два главных героя — Виланель и её наряды, в общем-то. И сменилось два художника уже. В новом сезоне новый художник по костюмам. И это, кстати, видно. Миша тут активно кивает головой. Да, да. У меня был такой вопрос, что случилось в третьем сезоне? И это не только с точки зрения сценарного, сценарного, как мне показалось. Ну, то есть произошли какие-то яркие изменения в сценарии. Но и мне показалось, что Виланель стала хуже одеваться. Интересно. Я этого не вижу. Я вижу, что стиль поменялся. Ну, поменялся художник, поменялся стиль. Это логично. Потому что здесь художник, он, конечно, в первую очередь стилист, а не художник по костюмам. То есть вот есть художники по костюмам, которые там пытаются понять, что Тарковский от них хочет. А есть стилисты-стилисты. И в таких сериалах это, конечно, больше стилисты. Я так понимаю, что взяли человека, который меньше про фэшн и больше как раз про, что собой символизирует костюм. И она под каждую сцену пытается найти какой-то наряд, который будет раскрывать внутренний посыл Виланель. И, возможно, это не работает так эффектно. Мне первые сезоны тоже больше нравятся. Но, с другой стороны, она там живёт в Париже большую часть времени. У неё квартира в Париже. И она оттуда мотается по всему миру. Мы сегодня проговорили уже Эмили. Ты живёшь в Париже, ты не можешь не одеваться в бренды, если ты живёшь в Париже и являешься героиней сериала. В новом сезоне, она полсезона в Барселоне, насколько я помню, живёт в цветной такой квартире в каких-то ярких принтах. И художница её сливает с этой квартирой, она одевает её тоже в яркие принты. Я вот думаю, что связано с местом, где она обитает. То есть у нас Барселона полсезона, полсезона Россия. Поэтому по-другому. Я просто хотела сказать, что интересно, что вот эта любовь к брендам, любовь к яркости, какой-то даже эпатажности, это прямо часть сюжета. Это не то, что решение художника или стилиста. Это часть её мотивации, как будто бы. Как будто бы она любит красивую жизнь и, возможно, отчасти. Именно поэтому она занимается тем, чем она занимается. Она пытается через одежду общаться с Евой. Она пытается её переманить на тёмную сторону с помощью красивых платьев. Мне кажется, это очень интересный вообще сюжетный ход. А это проговаривается, кстати, словами в одном из сезонов. Она это говорит своему наёмнику. И он её спрашивает, куда тебе столько денег? И она ему прямо рассказывает это словами, что я фэшн-маньяк, куда мне столько денег? Она вот это всё, я люблю шопиться. То есть она действительно работает киллером для того, чтобы зарабатывать деньги на безумные костюмы и тратиться на них. Почему же тогда, если создатели сериала «Убивай Еву» так фиксировались на объектах и на моде, почему, когда они приезжают в Россию, что-то идёт не так, всё буквально странно выглядит от косынок, которые носят в тюрьме девушки, до полицейских машин, которые не выглядят, как полицейские машины в России? Я понимаю, что это очень распространённый вопрос. И сейчас по поводу «Хода королевы» все насчёт этого ругаются, что Россия не похожа на Россию. Но если вы прорабатываете мир вещественный, вы же должны как-то? Или не должны, Аня? Я считаю, что не должны, потому что в таких проектах они играют с шаблонным представлением. То есть если они будут показывать Москву через Москва, Усити и так далее, но через реальную Москву, тот зритель по всему миру, который это смотрит, не русский зритель, а мировой зритель, это не считает. То есть если нам показать, например, Париж не через Эйфелева, я думаю, что французы так же смотрят, такие, господи, да сколько можно Эйфелеву башню показывать? У нас Париж не только состоит из Эйфелевой башни, но если нам покажут какой-то закуток Парижа, мы скорее его подумаем, что это может быть Бергия, или может быть это, ну я не знаю, какая-то другая часть Европы, мы не поймём, что это Париж. Это просто для зрителей по всему миру делается. Если они не будут работать шаблонами, им надо будет показывать несколько серий и очень подробно, чтобы вводить в курс дело, что это такое. Про того же Гамбита, про ход королевы, я бы там очень много ругани по поводу формы стюардессы в самолёте, когда она летит. И, значит, бесконечные принскрины, говорят, господи, какой ужас. Я говорю, ребят, а если бы они летели, значит, в 60-е в Испанию, и там была бы испанская форма стюардессы или итальянская форма стюардессы, вы бы вообще поняли, что она не соответствует действительности? Вас бы это смутило? И все отвечают, что нет. Это считывают только русские, что это что-то не так. Если бы это была какая-то испанская фантазийная форма стюардесс, считывали бы только испанцы, наверное, возмущались. А нам всем бы казалось, что ну ок, да, почему нет, 60-е Испания. Да, это нормально, что стюардессы играют на кастанетах, когда разносят напитки. Что это такое? Да, да, да. Конечно. Вот из трёх сериалов, которые мы назвали, это, во-первых, «Эмили в Париже», а во-вторых, «Корона» и «Убивая Еву». Какой самый любимый, вот самый родной? «Убивая Еву». Вопрос не про женскую моду, а про мужскую. Мы с Наташей пытались что-то вспомнить перед записью про какие-то сериалы, которые можно выделить с точки зрения мужской моды. И мы, ну вот я посмотрю, что у нас написано, «Джентльмены» фильм, точка, всё. Есть ли что-то ещё, какие-то сериалы, которые можно посмотреть и выделить там мужскую моду и, может быть, что-то про современную моду, не про историческую? Только я хотела сказать «Острые козырьки» и тут было дополнение про современную моду. Эх! Я хочу сказать, что вот мода мужская, она прекрасна тем, а может быть и ужасна, не знаю, тем, что она не меняется кардинально за последние 100 лет, не то, чтобы она сильно изменилась. Если у женщин за 100 лет очень серьёзно поменялся силуэт, то есть мы, конечно, там носим какие-то отголоски 20-х, но уже сильно видоизменённые, мы скорее носим это с кроссовками и как-то по-современному подаём, то мода 20-х, 30-х, которые, например, есть в острых козырьках, её просто можно скайпипастить и переставить в современный мир и всё будет точно так же. Особенно это касается британцев, для которых ходить, по улице в кепке или даже в цилиндре, до сих пор это окей. В цилиндре плюс-минус, но вот эти кепки, которые для нас ассоциируются с таксистами 90-х, для британцев эта мода никуда не уходила, это просто головной убор, как у нас шапка Бини вязаная. Вот у них вот эти вот кепки, они никуда не уходили и не уйдут, это британская мода. Как и туфли-броги, как и костюм-тройка, то есть для них это простая одежда, поэтому острые козырьки для меня актуальны по сей день. Более того, Киллиан Мёрфи, исполнитель главной роли, он во многих интервью говорит, что Великобритания сошла с ума и все стригутся под него, потому что он сам эту прическу ненавидит с выбритыми висками. Но когда появилась подпольная империя, где точно такая же мода, а потом бахнули острые козырьки, я думаю, вы помните этот период, даже в Москве, когда парни начали выбривать себе виски, воссоздавая вот эту прическу 20-х. Потому что эта прическа 20-х довольно-таки типичная. Потому что эта прическа 20-х рифмуется абсолютно с худи, с джинсами и так далее. То есть все равно сериал влияет даже на современную моду. Я тогда прям личный вопрос задам. Вот я не представляю себя пока одетым так, как герои сериала «Козырьки», но при этом, если мы говорим про «Убивая Еву», то мне кажется, что Ева одевается так, как, ну вот, например, я могу увидеть девушку в Москве. Виланель или Ева? Пардон, Виланель, конечно, да, в сериале «Убивая Еву». В «Козырьках» вот я не увижу человека из Москвы. А есть ли какие-то сериалы, где можно увидеть, во-первых, такого человека, и, во-вторых, сериал, в котором можно что-то подчеркнуть для себя? А что касается современной моды, вот не из этого сериала, тот «Джентльмены», да, но это был такой хайп на волне, мне кажется, первый-второй месяц, потому что все искали эти костюмы. Я недавно в сторис себя выкладывала, значит, я была в «Красной поляне», вот буквально неделю назад, вечером зашла в какой-то ресторан, такой, не то чтобы супер-премиум, поужинать, и там сидел за барной стойкой, мужчина лет 50, такой простой русский мужик, вот в этом клетчатом костюме, это было невероятно смешно, вот, потому что я понимаю, что все их накупили и не собираются от них отказываться, и если в первый месяц это смотрелось как ещё фишка, ну, кто-то там умудрился, такой костюм себе где-то достать, то сейчас это уже смотрится как немножко такое дурновкусие, но я подозреваю, что ещё пару лет я буду эти костюмы видеть, потому что мужчина на себя надевает его, и у него ощущение, что он принадлежит вот этому фильму, этой банде, что он какое-то отношение к ним имеет, я понимаю мотивацию. Ну и потом, не сносил пока ещё, дырок нет. Конечно, если костюм удобный, так в нём же можно ещё пять лет ходить. Руки гнуться. Спортивно, всё легко. Хорошо, джентльмены, где вот ещё Михаилу из Москвы подсмотреть? Пока не вижу тебя в клетчатом костюме, мне ж не подходит. Спаси и сохрани. Пока не готов. В каком сериале одеваются в Юникло? Давайте так. Ну, может быть, для человека, который хочет чуть-чуть выйти за рамки Юникло? Не могу ответить, не знаю, нет такого сигнала. Ес! Остаюсь во флиске. Ура! Можешь ли ты вспомнить несколько примеров, когда именно какой-то предмет одежды, появившийся в кино, предмет, который придумал художник по костюмам, а не какой-то глава модного дома, например, стал модным? То есть, когда художник по костюмам придумал что-то, что потом носили все? Есть ли такие примеры? Есть. Их много. И у меня есть целая лекция на два часа. И в этой лекции всего лишь пять примеров. Пять примеров. А говорю я о них два часа. Давайте самые яркие приведу. Первое. Это футболка, которую мы сейчас с вами носим как предмет одежды, но она довольно-таки долго была потником. Она собирала пот, носилась под рубашку, под свитер и так далее. Ее никто не надевал просто как самостоятельный предмет до Марлона Брандо. Тут заслуга Брандо, не художника по костюмам. Тогда мужчины очень часто снимались в своем. Это начало 50-х после военного времени. Женщины надевали, мужчины снимались в своем. Брандо в трамвае желания настоял на том, чтобы он играл в этой футболке и повторил эту же историю в «Бунтарь без причины», где он носит футболку вместе с кожаной курткой. Это был вызов обществу, так никто не делал, но из-за того, что Брандо был кумиром молодежи, эту моду поддержали. Молодежь стала подражать Брандо, и футболка превратилась из спотника в самостоятельный предмет гардероба. А второй яркий пример это художница по костюмам Рут Морли и фильм «Энни Холл», где она одела Дайан Китон в мужскую одежду. Вот все, что на Дайан Китон надето, это все мужские секонды. И оттуда женщины Манхэттена подцепили, хочу сказать, действительно подцепили эту моду на оверсайз предметы. Широкие мужские пиджаки на женских хрупких плечиках, высокие брюки с защипами на высокой талии, как будто бы они мужские. Вот это прям четко вышел фильм, женщины Манхэттена начали сходить ума по этой моде, и потом уже это по всему миру распространилось. Сначала на Америку, а потом дальше-дальше пошло. И третье что-нибудь, Матрица. Я думаю, вы застали этот момент, когда после выхода все срочно захотели себе кожаные кортки, кожаные длинные пальто, вот что-то такое в стилистике Нео и Тринити. Ким Барретт зовут художницу по костюмам. Она хотела предугадать моду будущего, но мне кажется, что она ее создала, потому что много стало подражаний. А что-то про советскую моду в кино. Может быть, в Советском Союзе, ну, в смысле, не может быть, а точно наверняка снимали какие-то фильмы, которые не уступали с точки зрения костюмов Голливуду и Европе, которые также сильное влияние оказали на то, как выглядели женщины и мужчины в Советском Союзе. Карнавальная ночь одна из самых первых. Здесь, конечно, Диор и Нью-Лук, вот это вот, во что одета Гурченко. К нам пришел этот Нью-Лук с экранов благодаря Рязанову и Гурченко, потому что никаких модных журналов мы не читали в Советском Союзе, но это было, в общем-то, очень далеко, да, из-за Блгория и так далее. То есть, о Нью-Луке, я уверена, девушки и женщины Советского Союза знали благодаря этому фильму. А можно, совсем не образовываться, что такое Нью-Лук? Что такое Нью-Лук? Это новый силуэт, который Кристиан Диор создал. Вот если вы откроете где-то там в поисковых системах платье Гурченко из этого фильма «Карнавальная ночь», это вот такой силуэт рюмочкой, очень женственный, потому что в послевоенное время, в сороковые, силуэт был довольно-таки мужественный. Это были прямые линии, где нет, не выделена талия, такой немножко военный бушлат был в моде. И пришёл Кристиан Диор и сказал, надо женщине вернуть женственность. И придумал силуэт, который вошёл в моду под названием Нью-Лук, новый образ. Точно, очень сильно повлиял на женские умы фильм «Служебный роман». Это такое первое мейк-овер-шоу, вообще как я это называю, в Советском Союзе. И в принципе все фильмы Гайдая очень сильно влияли на моду, потому что там невероятно красивые костюмы, особенно у злодеек у всех, у светличной белые костюмы, белоснежные, брючные костюмы. В Иван Васильевич меняют профессии, там вообще Слава Зайцев делаются женские костюмы, они супермодные. И женщины наши, конечно, смотрели и приходили в отель, и говорили, вот хотим так же. Есть ли сейчас профессия художников по костюмам топ-звезды? И за кем сейчас нужно следить, чтобы не пропустить ни одной важной премьеры с точки зрения костюмов? Сэнди Паул уже называлась сегодня. На втором месте Жаклин Дюран. Она обычно делает все костюмные драмы. Она забрала «Оскар» за «Маленьких женщин», до этого она забрала за Анну Каренину. Она всегда работает с Джо Райтом. И в общем-то делает исторические костюмы. То есть, если вы любите костюмные драмы, можно смотреть абсолютно все работы Жаклин Дюран, и вам будет красиво. Эйка Исиолка, которая, к сожалению, уже ушла из жизни, но она делала все фильмы от Арсема. Она делала Дракулу Брэйма Стокера. Она делала клетку. Невероятно красивый фильм с точки зрения костюмов. Она делала для «Цирка и Соле» костюмы. Она делала костюмы для «Запределья». И ее визуальный стиль очень сильно отличается от всего, что вы видели до этого. Милена Канонера прекрасная, конечно. Она делала Кубрику все фильмы, потом Кубрик ушел из жизни, и она сейчас делает все фильмы Эвесу Андерсону. И последний вопрос. Мы сегодня перечислили много сериалов, но, может быть, ты можешь вспомнить еще какие-то классные примеры именно сериалов с точки зрения костюмов. Если мы что-то не назвали, можно сейчас как бы это вспомнить и озвучить. Миссис Майзел мы не затронули. Глоу, блеск он называется по-русски, про женский рестлинг, основан на реальных событиях. Его, к сожалению, закрыли, мне кажется, по-моему, на днях. Вышло три сезона волшебство с точки зрения костюма очень яркие, восьмидесятые. И я очень люблю очень странные дела. И в последних сезонах у нас, опять же, подросли детки, и их уже стали одевать интересно. И это такие костюмы, костюмы восьмидесятые, опять же, во всей своей красе. Точно что-то я забыла. Эйфории, может быть, нет? Эйфории, конечно, конечно, эйфории обязательно. И это туториал всех последних съемок за последний год. Режиссеры между собой говорят, общаются, говорят, ну давайте, как в эйфории сделаем. А давайте сделаем мейк, как в эйфории. Да, мейк особенно. Это было что-то свежее с точки зрения костюмов. Вообще не называли российский никакой? Чики, конечно. Но Чики мне просто сами по себе безумно нравятся. Мне нравятся раскрытые персонажи через костюмы. Я делала интервью с художницей по костюмам, и там довольно-таки серьезная, хорошая работа была проделана. То есть там нет ничего случайного. С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, а также на Яндекс.Музыке. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте «Чего бы посмотреть» в письмах. Присылайте их на почту podcastsobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть». До следующего выпуска. Пока! Пока!